Для ребят одной из московских школ он любимый учитель природоведения. Прохожим невдомёк, что этому пожилому мужчине на велосипеде уже больше 90 лет, что он создавал ядерную мощь государства, а впоследствии раскрыл более тысячи особо тяжких преступлений. Попал я в подразделение, которое занималось ядерным оружием. Это совсекретно совершенно. Многие секреты остаются секретами и поныне. Сложнейшие испытания – большая опасность для здоровья. Работать приходилось в экстремальных условиях. 9 лет. На символическом полукости я был 5 лет. Получила радиации 24 Бера. Для человека нужно 5, чтобы организм уже повредил здоровью. В 1949 году Советский Союз провёл первое испытание атомной бомбы. Алексей Филиппович был одним из непосредственных его участников. 29 августа утром они приехали. Берий был, Садовский, Курчатов, Первухин, Гинзбург. Они сидели там в каземате, там в их командной пункт, 10 километров от точки взрыва. Петрушину выпало находиться намного ближе к взрыву. А позже, выполняя задание, побывать с командой дозиметристов возле самого его эпицентра. Главное, вот я здоров, здоровый образ жизни. Не курил, но в гостях, ну, понемножку, никогда не переборщал. Демобилизовавшись, младший лейтенант Алексей Петрушин пошёл учиться. Московская юридическая школа, стипендия, 450 рублей. О, нормальная. Полученный затем диплом юриста позволил ему без проблем поступить на службу в московской милиции. Проработав следователем более 10 лет, Алексей Филиппович раскрыл почти тысячу преступлений, кражи, грабежи, хулиганства, убийства. Как-то поздним вечером трое пьяных хулиганов напали на десятиклассника. После удара бутылкой по голове подросток скончался в реанимации. Это уголовное дело для того времени не было уникальным, но раскрыто было просто блестяще. По этому эпизоду создан Молдову фильм, фильм обвиняется в убийстве. Вы можете в архивах где-то тоже поднять, можете посмотреть. Алексей Филиппович хорошо помнит войну и тяжелые послевоенные годы. Он рассказывает школьникам правду, как боролись их деды, как громили врага, как прошли с боями и освободили всю Европу, как возрождали потом мощь и величие своей родины. Это какой-то геннадийский дракон. Ученики очень любят своего преподавателя и гордятся им. Для них он живая история. Алексей Филиппович не просто учит ребят видеть прекрасное и распознать под личиной обычных корешков и сучьев, притаившихся змей и стремительных птиц. Ветеран придумал добрую традицию. Каждую весну он учит детей делать скворечники. Это праздник хорошего настроения, о котором долго еще будут напоминать фигурки птичек на веточках, которые нашлись в пакете Алексея Филипповича для каждого, кто пожелал, и для друзей, которые всегда рядом. Алексей Коноплев, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.